Кузнецкие медведи, впервые с 2017 года вышедшие в плей-офф, готовятся к серии 1-8 финала. 6 марта команда отправляется в Ханты-Мансийск. Соперником новокузнечан станет победитель Восточной конференции – Мамонты-Югры. Напомним, что в предыдущем раунде новокузнечане победили сибирских снайперов, за которых выступали в том числе хоккеисты с опытом игры в КХЛ. Мамонты – хорошая команда, она ничем не выступает ни одной команде, очень сильная. Я знаю там тренера, команда дисциплинирована, играет всегда первым номером, никогда вторым не играет. Чем отличается сибирских? Да я думаю тем, что Мамонты больше реализуют свои моменты. Медведик серии с первой командой Востока готовится в рабочем режиме. Ничего необычного в подготовке нет. Силу соперника в Новокузнецке знают и понимают. Как знают и понимают, как Мамонтов-Югры побеждать. На финише регулярного чемпионата подопечный Андрея Лунева это продемонстрировали дважды. Победа всегда исцеляет и уверенность, и оптимизм. Это, скажем, хорошо, но опять же плей-офф – это другой турнир, другие эмоции. Я бы сказал, даже вообще другой подход, внутреннее состояние другое. В этом плане я думаю, что Мамонты более подготовлены, потому что это для них одна из стадий прохождения. Поэтому для нас это новый вызов, новые испытания. Мы постараемся их преодолеть. В прошлом сезоне Мамонты-Югры играли в четвертьфинале, где уступили будущему обладателю Кубка Харламова – «Чайки». В этом чемпионате ханты-мансийцы только в семи матчах оставались без набранных очков, что стало вторым показателем во всей лиге. Но «Медведи» на серию настроены как надо. Новокузнечане на игру 7 марта выйдут, имея в активе 14 побед подряд. Одержанных в основное время. Наведу дискуссию в таком ключе, что если бы в сослагательных наклонениях мы стараемся решать проблемы по мере их поступления. Мы вышли в плей-ин, стояла задача преодолеть этот этап. Мы это сделали. Дальше мы попали в плей-офф. Одна четвертая финала Востока. Мы сейчас сконцентрированы на это. Что будет дальше, покажет игра. Так что мы сейчас сконцентрированы именно на этой стадии. А то, что я сказал, побороться за медали. Ну, вы знаете, вообще всегда надо ставить максимальные задачи. Чтобы добиваться максимума, нужно ставить максимальные задачи. Да, это задача. Мы попали, пробили в плей-офф. Я не думаю, что любая другая команда, наверное, которая попала в выигранное выбывание, думает не о медали. Это было бы неправильно и было бы не по-спортивному. Поэтому я и сказал, что обязательно, да, раз мы вышли, мы добились, мы заслуженно находимся в этой стадии турнира. Поэтому почему бы и нет. Ну, хоккей-то играй, как будет, увидим. По итогам регулярного чемпионата Кузнецкие Медведи заняли первое место из 37 в МХЛ по игре в меньшинстве. Надежно играть в неравных составах новокузнечане продолжили и в плей-ин. Снайперы из пяти попыток не реализовали ни одной в большинстве. Тренерский штаб в целом остался доволен командой в серии с Новосибирском. У нас команда очень хорошая, очень сплоченная. У нас и шанс есть взять медали. 7 и 8 марта Кузнецкие Медведи в серии до трех побед проведут матчи в Ханты-Мансийске. 11 марта игра гарантированно состоится в Новокузнецке. В случае необходимости 12 числа на арене Кузнецких Металлургов пройдет еще одна встреча. Если после этого победитель не будет определен, решающая игра состоится 14 марта на площадке Мамонтов Югры. Субтитры создавал DimaTorzok